20 минут о красивой жизни в красивом городе это бьюти тайм на 31 всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула роль трикотажа в жизни современного человека даже если он совсем не интересуется модой нельзя недооценивать и наверное по этой причине у нас стране возникла федеральная сеть магазинов тканей где а специализируется исключительно на различных видах трикотажа об открытии салонов челябинске прямо сейчас то что у нас обыватели называется одним словом трикотаж у профессионалов имеет несколько названий футер джерси кашкарсе трехнитка начес все эти наименования заслуживают отдельного представления теперь и у нас в городе есть такой магазин который специализируется на трикотаже наши специалисты в компании проводят глубокий анализ разновидности цветов и палитры и чтобы подобрать определенный цвет который нам подойдет который будет пользоваться спросом у наших посетителей наших клиентов проводится большая работа то есть каждый цвет проходит множество стадий отбора когда люди очень требовательны к цветам оттенком вот здесь можно любой вариант найти в холодной теплой гамме как с ней работать приятно настроение всегда очень повышается от этой цветовой палитры дизайнерскую вещь из трикотажа выдают сложный оттенок и идеально подобранные прикладные материалы у нас есть собственный шнуровязальный цех и наша задача является произвести шнуры идеально в тон к представленному футеру в частности здесь представлен оттенок спелая вишня для того чтобы получилось хорошее качественное интересное изделие нужно чтобы различные фактуры ткани были в единой цветовой гамме ну вот как у меня трикотаж рисунком тема отдельного разговора ведь принт это всегда характер именно он делает одежду стильной актуальной и эмоциональной линейка разнообразно и преимущественно да вы можете придумать уникальный универсальный образ который не повторится ни у кого бренд отряд метр впервые запустили линейку ароматкани данные мишки представлены с оттенком шоколадного вкуса они на самом деле пахнут шоколадом я сшила себе пижаму хожу в ней и пахнут шоколадом и мне очень нравится принты это супер на самом деле очень мало классных принтов можно найти таких ну и современных да и в то же время чтобы можно было взрослому человеку да на деть кстати с трикотажем сегодня работают и профессионалы дизайнеры основатели собственных брендов и мастера хендмейда те что шьют для себя и своих близких я шью из трикотажа различные фэмили луки одежду для повседневной носки и очень важно чтобы ткань была качественная чтобы она не изнашивалась качество ткани качество пенье соответственно ткань не мнется не скатывается не дает усадку не линяет оттенки такую цветовую палитру футера я вообще трикотажа не встречала нигде вообще очень люблю именно экспериментировать с трикотажем поэтому я очень рада что у нас редметр открылся в челябинске и все поближе к нам я увидела эти принты и захотела сразу пижамку и платьишко и мне всего захотелось сразу же значение трикотажа в жизни человека нельзя недооценивать он непременно встречается в гардеробе и консерватора и продвинутого модника последние кстати наверняка оценят магазин red matter с его эксклюзивными оттенками и многообразием видов трикотажа вы смотрите программу beauty time продолжаем выпуск есть среди многочисленных российских модных брендов компании с историей те которые начали свою работу задолго до трендов поддержку местного производителя компания n сосуществует на рынке 15 лет ее основатель дизайнер светлана размахова своих коллекциях доводит до совершенства стиль элегантный минимализм по-итальянски расслабленный и в то же время строгий вполне демократичный и вместе с тем статусный кэжуал и смарт кэжуал в основном идет ассортимент постепенно добавляется перфекционизм во всем главный принцип работы главы компании необходимо все держать на кончиков пальцев вникать в каждую мелочь я очень люблю хорошие ткани поэтому мне не получается сэкономить на это ну у нас уже постоянно есть поставщики которые нам нравятся самим мы у них покупаем они даже дорогие могут быть мы можем немного покупать мы покупаем все равно у нас в первых команд собралась которая прямо любит любит это все тряпочки эти все бывает знаете люди занимаются этим но я ненавижу эти тряпки они говорят там через сколько-то лет у нас такого таких людей нет в команде у нас как бы все такие тряпочки вот ну как-то вот все равно изнутри то что внутри компания оно вот как бы так вот и выглядит как внутри оно же все равно не скроешь фотосессии стало много в последнее время только таких интересных имиджевых для кампейна фотосессии происходит ну зависит конечно еще и от погоды и от задачи и от того что именно придумано именно на эту фотосессию последняя фотосессия была например на улице на шашнях в снегу с шестью зеркалами и мы снимали вот на улице причем было достаточно холодно зависит от того какие тренды визуальной информации именно для этот период исходя из этого мы что-то придумываем чтобы это все было модно и красиво модную аудиторию сегодня не надо уговаривать носить российских дизайнеров на них уже не просто обращают внимание но и активно включают свой гардероб наши конкуренты мы же должны их отслеживать раньше мы отслеживали иностранных только европейские марки европейские сейчас мы уже на европейские не смотрим мы уже смотрим на наши дизайнеры прям с нуля мне кажется это очень сложно иногда думаю если бы я сейчас ну решила бы заниматься стала бы этим заниматься вопрос сложно производство наверное везде сложно особенно когда он такой есть производство как бы продукт остается одним и тем же все время он не меняется ни качества ни внешнего вида практически у кого-то какие-то производства а у нас же получается как новый проект каждые полгода и вот это вот гонка-гонка-гонка гонка ничего ты не успеваешь и скоро надо просить все снимать что ты делаешь чтобы русский стиль проник в моду он сначала должен был попасть в Париж и уже оттуда вернуться к нам в интерпретациях французских дизайнеров примерно то же самое происходит с коллекциями Энса они давно успешно продаются в Москве и Санкт-Петербурге и относительно недавно начали завоевывать сердца челябинских модниц на самом деле я один раз стою на светофоре у меня раз так глаз цепляется что-то знакомое о! узко! интересно! вы смотрите beauty time далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба искусственный мех сегодня все реже сравнивают с натуральным ведь это не демократичная его альтернатива а самостоятельный фактурный материал абсолютный тренд не только этого сезона но и будущей весны оптимальный вариант подачи чебурашковой шубы это стиль smart casual потому что все это можно вписать в повседневность а смарт потому что хорошо будут смотреться в комплекте драматические элементы как например джинсы цвета металлик или брюки с контрастной клеткой последние кстати подружились с меховым бомбером курткой на молнии одну из моделей дизайнеры представили в двустороннем варианте то есть можно носить мехом внутрь уникальное украшение только из натуральных камней регулярное обновление ассортимента ювелирный бутик частная коллекция нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга да и обратите внимание на картины они тоже продаются самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе магазин Стрит Кутюх на Сони Кривой 30 и Пушкина 65 сегодня сложно найти такого человека который не принимал бы какие-то витамины существует даже отдельная профессия специализация нутрициолог человек который занимается подбором витаминов минеральных элементов и биологически активных добавок а как это все осуществлять грамотно чтобы не навредить своему здоровью об этом смотрите прямо сейчас в современном обществе модно употреблять витамины регулярно и в больших количествах есть такое мнение что чем больше пьешь витаминов тем дольше проживешь оставаясь молодым здоровым и красивым однако золотое правило все хорошо в меру работает и в этом случае в последнее время терапевты все чаще сталкиваются с ситуациями когда бесконтрольное потребление витаминов приносит реальный вред здоровью Казалось бы витамины ничего страшного не несут но есть такое понятие как гипервитаминоз авитаминоз гиповитаминоз то есть всегда должна быть норма много витаминов это тоже очень плохо то есть бесконтрольный прием витаминов без назначения врача без результатов анализов может привести во первых гипервитаминозу то есть это уже в большой концентрации количество витаминов которые называют начинают вызывать аллергические реакции недомогание плохое самочувствие и другие патологические состояния поэтому витамины всегда должны приниматься только по назначению врача под контролем врача под контролем результатов анализов и конечно с коррекцией медикаментозной терапии консультация терапевта требуется не только для выяснения дефицита но и для получения рекомендации по правильной сочетаемости витаминов между собой доктор должен понимать и определять не только сочетаемость витаминных комплексов либо отдельно группы витаминов но и понимать можно ли этому пациенту принимать те или иные витамины потому что есть такие хронические заболевания при которых назначение витаминов тех же группы В либо витамина С они противопоказаны то есть очень часто в периоды обострений холодных сезонов у нас что в первую очередь начинают принимать витамины С но нужно понимать что людям с сахарным диабетом как пример витамин С противопоказан потому что он задерживает биохимические процессы по углеводному обмену и повышает инсулинорезистентность поэтому здесь нужно очень важно подходить к вопросу но в наше время в основном поливитаминные комплексы они сочетаемы то есть там идет по концентрации по дозировке чтобы не было каких-то негативных побочных эффектов и так врача посетили анализы сдали рекомендации о дефиците получили далее остро встает вопрос о выборе витаминов фармацевтический рынок сегодня представляет сотни и тысячи различных брендов вопрос только в том сильно ли отличается к примеру витамин D за 200 и за 2000 рублей очень многие пациенты видят стоимость препарата начинают жалеть на это свои личные средства и покупают более дешевый препарат мы должны понимать что такая ценовая политика она не просто так то есть идут затраты на сырье затраты на производство отсюда берется и себестоимость препарата если у нас препарат стоит 200 300 рублей то сырье которое там находится оно стоит ну буквально рублей 30 50 то есть мы понимаем что это химия в чистом виде что касательно витаминов очень важно не скупиться то есть приобретать препараты в котором более 80 процентов идет растительных экстрактов компонентов ну конечно есть химические основы но без этого никуда потому что да срок хранения и другие моменты они предопределяют такие вещи но растительные препараты во-первых это повышает биодоступность это вызывает меньше побочных эффектов и естественно повышает энергообеспеченность организма в разы поэтому на витаминах и вообще в принципе на препаратах нужно не скупиться это имеет очень большое значение и вне зависимости от того какой стоимости витамины вы можете себе позволить их употреблению должны предшествовать две вещи лабораторный анализ недостатка и заключение терапевта вы смотрите бьюти тайм красивые подробности красивых событий в формате ноу-коммент в завершении выпуска а а и и а и в и в и в и в и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...